Всем доброго времени суток! Данное гадание по акции проработки колоды колесо года для Рузаны. Рузана, у вас дома сейчас конфликтная ситуация и вы хотите знать, чего вам ожидать от этой ситуации, как она разрешится в течение ближайших месяца полутора. Для вас это сейчас важные сроки и вы хотели бы посмотреть, что вам делать и что говорят карты по поводу того, что сейчас в данной ситуации происходит с вами, с вашим мужчиной. Мы смотрим, конечно, вас, саму ситуацию, что влияет на эту ситуацию. Прошлое. Ну, карты крупные достаточно, поэтому они не все будут помещаться в кадр. Я буду их показывать отдельно вам, что в настоящем происходит сейчас. Самое ближайшее будущее, буквально неделя-две. То, как вы видите ситуацию, то, как ваш муж, как ваши дети видят ситуацию, ваши страхи и надежды. И результат для вас в течение ближайшего месяца полутора. Ну, сейчас попытаемся, конечно, карты много, но каждую показать, посмотреть. Итак, мы смотрим саму ситуацию и вас в ней. Ну, здесь можно сказать, что вы в данной ситуации сейчас провокатором являетесь. То есть ваши какие-то неумелые действия, они привели к тому, что сложился вот этот конфликт. Причем конфликт на денежной почве, в очень большой его доле. И вот вы сейчас тоже не можете выйти из этого конфликта, вы его тоже не можете разрешить, именно потому, что у вас проблемы с деньгами. Вы пытаетесь накопить. Что влияет у вас на данную проблему? Но в данной ситуации я сразу могу сказать, что, конечно, девятка чаш – это карта положительная. Но мы ее видим в негативной позиции. То есть что влияет, что провоцирует эту ситуацию? И тут можно сказать, что, возможно, это ваш какой-то эгоизм и стремление к собственному удовольствию. Вот оно провоцирует именно какие-то ваши неумелые действия, провоцирует вот эту драку из-за денег. Я бы даже так это назвала достаточно грубо. Что действительно в ближайшем прошлом было? И вот они у нас выходят, сердечные переживания. Давайте посмотрим, в чем для вас они заключались. Что для вас были эти переживания. Ух ты, карты убежали прям. И вот мы видим сразу карту, которая выпала одна. Выпала другая. И третью уже выкладываю я. А вот теперь смотрите, что мы видим. Мы видим, что ваши переживания попали в тайный любовный треугольник. То есть это отношения, на которые влияет холодный расчет мужчины. Вполне возможно, ваш любимый мужчина, другой, о котором вы писали, но мы его в этом раскладе не рассматриваем, негативно повлиял, повел как-то неправильно, может быть, себя в этой ситуации. И вы получили вот такой эффект, который есть сегодня. То есть это тайная связь. Понимаете, в этой колоде, в принципе, карта влюбленная отдельно, она положительная абсолютно. Мы видим здесь соединение двух любящих сердец. Но сверху на эту карту выпадает луна. Поэтому мы видим, что это негативная ситуация. Это тайный аспект, который проявился. То есть вот у вас была любовная связь, бывшая тайной, но ставшая явной. Прояснение четкое абсолютно. Из-за этого взрыв сложившийся и нынешняя ситуация с дележом, которая получилась у вас. Но ваши мысли, вы хотите все изменить, вы все хотите изменить в данной ситуации. Но давайте посмотрим к этой карте, каким образом вы хотите менять ситуацию данную. Ну и тут мы видим, что вы хотите быть в данной ситуации поборником морали. То есть вы, видимо, хотите возвращаться в семью. Вы хотите повернуться на 180 градусов и как-то налаживать вопрос со своей репутацией. И что это не означает у нас. И это вам не будет стоить ни копейки, если вы это будете делать. То есть это может, наоборот, наладить ваше материальное положение. Карты видны, в принципе. Что сейчас происходит у вас? Ну, а сейчас у вас достигнуто такое шаткое равновесие, я бы сказала. То есть сейчас, в данный момент, вы доругались до того, что просто устали или пришли к каким-то соглашениям. И да, мы видим, что это для вас такая была лучшая защита нападения. Что вы отбивались, что вы атаковали. И в итоге одержали первую победу на своем пути. То есть первую победу к осуществлению вашей цели. Что в ближайшую неделю-полторы вам ждать вот этой ситуации? И тут мы видим, что данная ситуация останется статичной. То есть, несмотря на ваши планы все изменить здесь, она вот какая была сейчас на сегодняшний момент, такая она и останется. Она так и будет висеть как будто бы замороженная. Как вы видите эту ситуацию? И тут можно сказать, что вы видите эту ситуацию как защиту своего. То есть вас потрепали, но не победили. Вы такая, знаете, потрепанная, непобежденная стоите и пытаетесь все-таки отгородиться от внешних воздействий и гнуть упор на свою линию. Давайте дополнительную карту возьмем, посмотрим. Какие перспективы такая стратегия поведения и такое видение ситуации с вашей точки зрения вам принесут? Какой будет для вас результат? Ну и тут можно сказать, что такая ситуация, такая позиция вам на пользу не пойдет. В этой ситуации при такой позиции, при такой защите, при такой закрытости вы рискуете остаться в одиночестве и в холоде, прояснив все вопросы окончательно. Следующий вопрос, как внешне видит ситуацию ваш мужчина, с которым у вас происходит сейчас конфликт? Как видят ситуацию дети? Ну, вы знаете, вот тут же выпадают как раз те карты, которые означают вашего мужчину и ваших детей. То есть они видят стандартно, так как и положено в данной ситуации. Мужчина видит проблему для себя лично в этой ситуации. То есть ваш бывший супруг, он понимает, что это удар по его самолюбию. Что касается детей, давайте посмотрим дополнительно. Что касается детей, они надеются на то, что ситуация решится хорошо, на то, что конфликт будет абсолютно исчерпан, и солнышко им засияет вновь. Они хотят быть любимыми, они хотят быть действительно детьми в данный момент. Каковы ваши страхи? Страхи ваши в том, что вы боитесь не дождаться того, что вы сейчас ждете. Каковы ваши надежды? А ваши надежды на какую-то крупную денежную сумму, на улучшение вашего благосостояния. Причем в этой колоде, вот именно в колесе года, очень интересное сочетание именно этих двух карт. Видите, семерочка у нас как позиция ожидания, как такая беременность, ожидание вынашивания плода. А здесь девятка Пентакли уникально перекликается с семеркой в обычном райдере. То есть такое ощущение, что вы боитесь, что не дождетесь, но тем не менее надеетесь дождаться прибыли и большого дохода, большой суммы денег. И для вас результат. Но результатом для вас будет, что эта ситуация в конечном итоге в месяц-полтора ближайший завершится. То есть сколько веревочки не веся, конец будет. Что для вас будет означать этот конец ситуации? Вообще карта негативная. Здесь можно сказать, что для вас окончится эта ситуация, мягко сказать, не очень хорошо. То есть если вы будете продолжать гнуть свою линию, если вы будете любыми средствами отстаивать именно свои интересы, то вы получите большой негатив и вам покажут, что не всегда вы можете быть на коне. И вам прилетит, в общем-то, от этой ситуации достаточно, потому что у вас не хватит сил противостоять. И вы попадете в ситуацию замкнутого круга и страха. Если вы будете придерживаться дальше вот такой позиции, если вы таким образом будете развивать ситуацию. Я желаю все-таки ее благополучного разрешения. Совет карт давайте попросим, что вам делать, как себя вести с вашей семьей для того, чтобы разрешить эту ситуацию. И карта говорит, пройтись по головам и не удивляться, если вам ответят тоже в этом бою. Да, это может говорить нам о том именно, что с одной стороны, вам нужно преследовать свои цели в материальном плане. И вам нужно работать. Вам нужно, если вы не работаете сейчас, то устраиваться на работу. И вам нужно достигать своих целей. Но вот здесь, наверное, с картами можно не согласиться. У вас уже позиция, когда вы абсолютно себя защищаете и идете по головам, есть. Но здесь позиция вот эта говорит, что когда вы достигаете не очень честно, может быть, победы или идя на пролом, то вам в этом поможет только работа. То есть вам в достижении вашего материального благосостояния, в исчерпании конфликта, поможет действительно работа, которую вы будете добросовестно выполнять. Таким образом, вы переключитесь с конфликта. Но тем не менее, преследовать ваши цели вам можно. Не очень честными средствами это значит, что мы смотрим ваши планы. Опять. Вы хотели изменить тактику поведения. Опять прийти к нормам морали, стать добропорядочной матерью семейства. Все в ваших руках. Если вы будете таким образом поступать, то ситуация может скорректироваться и кончится для вас более благоприятно, чем мы видим сейчас по данному раскладу. Но, в общем, хочу вам сказать, что планы ваши по изменению стратегии поведения правильные. Они достаточно хороши. Но при этом вам нужна сила воли, чтобы действительно эти планы все воплотить в жизнь. Я желаю вам удачи и всего доброго. И напоминаю, что у нас идет сейчас проработка по льготной цене по колоде колесо года. Также я могу сказать, что, наверное, до конца месяца, до 30 числа я планировала прорабатывать данную колоду. Но могу сказать, что, скорее всего, проработка закончится досрочно, потому что колода вполне говорливая. Она уже достойна того, чтобы переходить в разряд рабочих колод. Так что в ближайшие несколько дней буквально, может быть, я еще продлю данную акцию. Затем буду ее завершать. Причем завершить ее могу абсолютно без предупреждения. То есть, если мне не хватит времени на льготный расклад по открытой или закрытой ссылке, то я вам, конечно, об этом напишу, если вы ко мне обратитесь. Всем желаю удачи и до встречи. До свидания.